За активное участие в организации проведения форума «Новосибирск. Город безграничных возможностей». И это интересно, я давно грамоты не получал, знаете, сам по себе, завтра ролики выложим, как мне СМР вручал, там мэр жал руку, так сказать. Все это, друзья, не в том, я уже давно отвык, или у меня там какие-то регалии, все это. Тут есть несколько аспектов таких, во-первых, задали вопрос, почему Новосибирск, здесь сразу ответ, что это сосредоточие интеллектуальной, интеллектуальной такой академгородок, в книге рекордов Гиннеса на одной улице 23 научных института, в одном доме живет больше всех количества, соответственно, докторов наук, кандидатов наук, это абсолютно зеленый такой город. Поэтому сегодня очень интересно с точки зрения перспектив развития. И мы в основном сейчас, вот как Алексей в Киргизию, до этого мы с Александром Мосиным ездили в Чечню, вот, соответственно, вопрос в том, что те, кто задумывается о будущем, те, кто думают о развитии, они как раз начинают приглашать нас, чтобы мы рассказали, показали, рассказали, чем мы занимаемся, как мы это видим. Вот, это тоже очень такой, ну, важный момент и важный, так сказать, подход. И, соответственно, еще была очень интересная постановка именно конференции в Новосибирске, что они акцент сделали, то есть мы были в медтехнопарке, то есть, который связан именно с медициной реабилитации. И второй вопрос, который они обозначили, в том, что в этом городе должно быть комфортно для всех категорий людей, в том числе и сегодня с ограниченными возможностями по зрению, по слуху, по движению. Вот, и как раз вот тоже был такой сделан акцент, а что сегодня Skyway видит в развитии. И это интересная такая тема, мы никогда на это так, ну, не концентрировали внимание, хотя постоянно, когда идет речь про технологии, вы много раз слышали, наверное, от Юницкого, когда он говорил о цифре, что полтора миллиона человек сегодня гибнет на дорогах, 15 миллионов ежегодно становятся инвалидами. Вы просто подумайте, цифру 15 миллионов инвалидов и полтора миллиона погибших, то есть это фактически соизмеримо с ведением мировой войны, то есть если у нас во второй мировой мировой погибло 50 миллионов за 6 лет, то это, друзья, цифры, в общем-то, сопоставимые, то есть когда каждый год фактически мы ведем войну с техникой, то есть или техника воюет с нами, или это плата за то, что мы пользуемся плодами этой цивилизации. Вот, поэтому на сегодняшний момент очень важно это понимать, и когда мы сегодня заявляем, что мы сегодня меняем... Что-то тут над нами летает, так сказать, странно. То, что мы меняем сегодня подход техники, и наша задача, чтобы инвалидов было меньше, погибало людей меньше, и реально сегодня Skyway решает эту задачу. И за ближайшего тоже цифра, которая звучит, за 100 лет не погибнет, придумайте цифру, 150 миллионов человек, это все население России сегодня, и почти полтора миллиарда человек не станет инвалидами. Полтора миллиарда, это пятая часть всего населения сегодня на Земле. То есть это то, что нас ожидало бы впереди, если бы мы жили в том цивилизационном укладе, который есть. Но ответ на это сегодня технологии Skyway, что эти люди не погибнут, и, соответственно, не станут инвалидами, потому что Skyway это в принципе исключает. Мы создаем новую электромашину, новый электромобиль, новые, соответственно, средства, именно электрическое передвижение, которое выходит на второй уровень, и мы с машиной расходимся на разных уровнях. То есть человек будет спокойно жить и ходить по земле, где ему, в общем-то, очень комфортно, а машины будут ходить на втором уровне, при этом они не будут сталкиваться, они не будут никого калечить, они не будут наносить тот вред, который есть. И этот концепт сегодня готов, и вот в 21-23 сентября мы это демонстрируем, и это старт. Почему раньше об этом не говорили и раньше не концентрировали на этом внимание? Потому что то, что сегодня, показывая одну проблему, экологическую проблему, что автомобили сжигают миллиарды тонн в своих двигателях, выбрасывают миллиарды тонн вредных веществ, мы потом этим, соответственно, дышим, и это все переходит в пищу, которую мы питаемся. Так как нет альтернативы, и, соответственно, этот автомобиль находится с нами на одном уровне, то, именно концентрируя внимание на экологии, убирали второй аспект о том, что этот автомобиль еще самый серьезный, самый страшный убийца сегодня на земле. Когда мы заявляем о том, что мы решаем эту проблему, и автомобиль уходит на второй уровень, пускай он находится в своей инфраструктуре, а люди будут жить на земле в своей, соответственно, мы решаем эту задачу. Поэтому сегодня можно сказать, что полтора миллиона человек в год не будет гибнуть, а 15 миллионов человек не будут становиться инвалидами. Соответственно, для них инфраструктура будет совсем другая. Еще очень важный момент, который мы сегодня делаем, что сама технология SkyWay, за счет того, что она делает логику мобильного перемещения, то есть, как мы это ввели, Mobile Personal Space, то есть, мобильное персональное пространство. Причем интересно, что тут за хулиган один, так сказать, пишет, сейчас мы хулиганов будем вносить в черный список, выгонять из нашего перескопа. Потому что, ну, я понимаю, что интернет свобода, так сказать, но если люди матом пишут, то, исходя из их культуры, им находиться надо где-то в другом месте, к нам на конференции. На этом мы терпеть здесь не будем. Так вот, друзья, теперь с точки зрения технологии и по именно комфортности проживания для всех категорий. То есть, вот тоже приводился такой пример, там был руководитель общества глухих, и вот он говорил, что раньше для того, чтобы слабослышащие люди, которые глухие, были в информационном пространстве, надо было делать передачи с субтитрами, это была целая государственная программа, она проводилась, так сказать. А сегодня вся программа, чтобы люди входили в эту сферу, это о том, чтобы у каждого человека был там ноутбук или планшет или смартфон и доступ к интернету. Но это, друзья, совсем другая задача. Над этой задачей бьется и решает, допустим, Марк Цукенберг со своей компанией Facebook. И вот очень интересный такой факт, что вот он был в Танзании, представляете, в столице Танзании, даже если у вас отрицательный нулевой баланс на телефоне, вы не платите за интернет, у вас все равно работает Facebook. Вот можете это представить, что даже при нулевом трафике, что вы вообще ничего не оплачиваете, у вас работает Facebook. А что значит работает Facebook? Вы можете писать в чат, и вы можете общаться, то есть вы в информационном пространстве. И это даже при нулевом интернете. Соответственно, это уже социальная функция, которая сегодня выполняет. И дальше Цукенберг ставит, ну и так же, как и Сергей Брин, то есть это Google, так же, как и сегодня у нас Microsoft. Они также ставят перед собой задачу запустить бесплатный интернет на всей земле. Эти программы идут. И как раз это отчасти социальная функция, когда каждый, неважно, где он находится на земле, соответственно, может пользоваться интернетом. И сегодня, это же не значит, что это надо дать каждому инвалиду, это надо дать каждому сегодня человеку. Но люди, которые сегодня с ограниченными возможностями, то есть которые не слушают, они тем самым, имея планшеты и интернет, они сразу находятся в информационном пространстве, они уже не настолько оторваны от общества. Таким образом, сама технология, само технологическое развитие решило эту проблему. И сегодня нет задачи все фильмы или там все это сделать с субтитрами, потому что сегодня в интернете практически любой фильм, любая передача, любая сразу идет с субдопереводом, причем с переводом на несколько языков, поэтому эта задача решена. Вот точно по такой же аналогии можно привести сегодня то, что сделает Skyway для людей, которые сегодня имеют ограничения по перемещению. Сегодня вся инфраструктура в большом городе, особенно в России, если на Западе об этом как-то еще недавно обращают, ну там давно обращают внимание, в России это практически нерешаемая задача. И сегодня человек-колясочник практически не может выйти без посторонней помощи из дома, перемещаться, тем более самостоятельно на дальние расстояния. Это практически нерешаемая задача. И только сегодня с развитием проекта Skyway, когда вообще в принципе все будут перемещаться в собственном кресле, в собственных тапочках из любого места, сначала Новосибирска, потом Сибири, потом Евразия, потом и всего мира, то эта задача решится автоматически. И как раз моя была задача на именно презентации показать о том, какие возможности несет технология, как мы все будем перемещаться в собственном кресле, в собственном юнибайке, в любую точку мира. И соответственно, как это коснется каждого. Там было очень много людей в колясках, которые задали один вопрос. Друзья, когда это произойдет? Когда мы это увидим? И доживем ли мы до таких пор, когда это будет реально реализовано? Ну там сидела девушка, тоже, конечно, очень тяжело на это смотреть. Я говорю, ну уж не вам это говорить, вы не просто доживете, у вас это будет еще в ближайшее время, вы будете спокойно путешествовать, неважно куда, в Париж, в Лондон, в Нью-Йорк, в своем личном персональном пространстве, в своем личном юнибайке. И соответственно, вы будете спокойно общаться и ездить по всему миру. При этом у вас будет интернет скоростной в неограниченном доступе. И физически можете перемещаться. И более того, когда я начинаю произносить и говорить о том, что это еще и будет бесплатно, то люди просто на меня говорят, этого не может быть. То есть все, что вы говорите, это фантастика, вы сказочники. Я говорю, ребята, а вы не обращали внимание, сколько лет назад было сказкой общения в Скайпе, когда можно было с любым континентом, с любой точкой мира пообщаться в видеосигнале, при этом этот процесс еще и бесплатный. Это не значит, что это все, что организовано, и за это не надо платить. Есть трафик, есть интернет, но именно функция Скайпа, именно как социальное общение, она бесплатна точно так же. Будет настолько огромное количество перемещения грузов, высокая эффективность, которые будут давать высокую доходность для того, чтобы именно перемещение людей, а уж таких категорий людей, как сегодня, с ограниченными возможностями, они-то вообще должны в первую очередь иметь возможность перемещаться. Бесплатно, а еще, наверное, общество и должно бы за это доплачивать, соответственно, чтобы есть. Поэтому здесь, друзья, однозначно мы все вместе пришли к выводу, что будущее, которое идет, оно очень интересно, оно очень для нас позитивно. Мы все хотим, чтобы оно пришло. И, естественно, вопрос следующий, а что каждый может сделать для того, чтобы ускорить или приблизить. Я рассказал о том проекте, который мы делаем, о краудинвестинге, скрывать и бояться даже с администрацией. Тем более, они меня пригласили, я приглашенный эксперт, мне от них ничего не надо с точки зрения ни финансирования, ни инвестирования, ни продвижения. Мы просто сказал, что у нас сегодня 500 тысяч человек, которые участвуют в проекте, у нас сегодня более 100 тысяч активных инвесторов и акционеров, которые люди пришли, верят в этот проект. Поэтому здесь, друзья, ваша задача просто сейчас найти нишу, найти проекты, которые могут реализовываться, поддержать нас с точки зрения проекта, который может быть реализован на территории. Мы сразу выбрали территорию Новосибирского Академгородка и дальше встречались с Академ... У них там называется Академпарк, то есть это именно технопарк, один из ведущих в мире. Выбрали там ряд трасс и сейчас будем дальше прорабатывать, делать. Я думаю, что адресный проект в Новосибирске у нас возникнет обязательно. Я думаю, что в этом году мы начнем его уже проектировать, а в следующем году приступим к реализации. Тем более, что в Академгородке есть очень много серьезных компаний, которые капитализировались уже с точки зрения интеллектуальной работы на очень высоком уровне. Поэтому здесь, я могу сказать, у нас будет много союзников, много друзей, много партнеров. И проект SkyWay в Новосибирске двинется к таким самым положительным образом. Тем более, там очень такое произвел впечатление позитивный мэр. Не знаю, с точки зрения политики, как он там будет позиционироваться, удержаться. Это трудно сказать, потому что он из партии коммунистов. А я так понимаю, что сейчас среди всех вот эта разборка идет непонятно в какую сторону. Я одно могу сказать, что мне очень странно видеть, что человек, который приложил определенные усилия для того, чтобы уничтожить полигон в озерах, сегодня первое позиционируется как ведущий политик, второе позиционируется как ведущий инноватор, и третье позиционируется, что кто-то собирается выводить Россию. Вот это меня вызывает кучу вопросов. Хотя, друзья, мы сразу определились, что мы вне политики. Мы хотели в свое время популяризировать свои идеи через общественное и политическое движение. Но вовремя остановились, и мы решили так, что мы сотрудничаем, дружим со всеми, кто поддерживает SkyWay. Поэтому для нас «строй SkyWay, спасая планету» — это ключевой лозунг, это наша ключевая политика, ключевая позиция. А еще мы всегда добавляем, что мы объединяем мир, и объединять — это наша работа. Соответственно, это и есть ключевое понятие, с которым мы сейчас подходим к любым силам, которые сегодня пытаются с нами войти в партнерство, в контакт, за любое сотрудничество, если это не грозит или не угрожает именно интересам наших акционеров. Поэтому на сегодняшний момент в лице мэрии Новосибирска мы увидели очень больших и серьезных союзников. Мы договорились о создании рабочей группы по продвижению проекта, разработке конкретных проектов, которые будут представляться уже инвесторам. А я говорю, в Новосибирске и просто из выходцев из Академгородка очень много сегодня серьезных бизнесменов, которые готовы инвестировать в строительство. Поэтому с точки зрения такой содержательной работы, очень полезная, скажем так, командировка, очень полезная презентация. Мы получили огромнейшее количество партнеров и союзников. То есть у нас прям пошли очень большие контакты с обществом слепых, с обществом глухих, с обществом гранического. Те, которые увидели сегодня перспективу в развитии технологий. Соответственно, для них мы сейчас будем готовить свои предложения. И это тоже то, что будет складываться в сертификацию в октябре. Друзья, мы пообсуждаем. Тут говорят, что в октябре сертификация. Здесь, друзья, тоже, чтобы вы понимали, сертификация – это один... Вообще сертификат соответствия – это сертификат безопасности. О том, что это устройство можно строить, и оно будет безопасно. Но вчера в Свигаче говорят, что Веницкий решил, что не будет сертификации. Что сейчас смеются, думают, что они будут плакать, что не успеют выйти, когда было возможно. Тут это пишут, что сертификации... Ну, здесь, друзья, я не могу понять, что такое будет сертификация, или говорят, не будет сертификации. Друзья, как мы говорили, и нисколько не расходятся дела. Это вопрос о том, что демонстрация технологии начнется в октябре. И это действительно так. Сейчас начинается монтаж, уже идет монтаж в цехах путевой структуры. В ближайшее время она начнется монтироваться уже на опорах. И, соответственно, с этого момента, когда подвижной состав Unibike и Unibus пассажирские вернутся из Берлина, они сразу уже будут монтированы в путевую структуру, и начнутся ходовые испытания. Вот с этого момента, друзья, Экотехнопарк начнет свою работу. Он начнет демонстрировать технологии. И этот процесс имеет начало, но он не имеет конца. То есть этот процесс будет бесконечный. Теперь те, друзья, которые задают, а что такое сертификация, особенно вот тут мы с Вячеславом Квальбеом мне там писал несколько раз. Я ему как бы так ответил. Я думаю, Слав, почему тебя это так волнует с точки зрения сертификации? Он говорит, я там людям обещал там еще, так сказать. То есть, друзья, это говорит о том, что люди, которые задают или обсуждают эти вопросы, даже понятия не имеют, что это такое. Это не в обиду будет сказано. Поэтому, друзья, сертификация, о чем говорить, это фактически разрешение на строительство безопасной конструкции. Поэтому сертификат безопасности, он в каждой стране, под каждый проект, он делается отдельно. И, соответственно, в этом плане сертификация для Вьетнама, она будет делаться своя, для Америки она будет делаться своя, для России она будет делаться своя. Но то, что сегодня говорит Юницкий, мы закладываем в конструкцию. И когда мы будем демонстрировать, а что такое демонстрация? Это предварительные испытания, потом уже ходовые испытания, потом прочностные испытания, потом экстремальные испытания, то есть на экстремальных режимах. И только после этого будет выдаваться сертификат о том, что каждое изделие, которое будет изготавливаться и эксплуатироваться в конкретном проекте, оно соответствует эталонному и соответствует, в чем за сертификат, требованиям безопасности, которые выделяются конкретно в данном проекте. Вот поэтому вот что такое сертификация. И здесь ответ сразу Юницкий дает один и сразу для всех, что самые требовательные, сегодня самые сложные безопасности отношения, касающиеся теплопроводности, электропроводности, горючей безопасности, строительной безопасности, противосходной и так далее, которые сегодня только, которые идут к квантовым конструкциям, к бетонным конструкциям, которые только есть в мире, они будут многократно перекрываться в Skyway. Поэтому для нас сертификация – это фактически соответствие безопасности по любым требованиям в любой точке мира. И здесь мы как бы говорим, ребята, проверяйте, делайте и выдавайте соответствие. И здесь нет никаких вопросов. Другое дело, что когда у людей изделие идет на грани, и надо что-то доказать и показать, что это соответствует сертификации безопасности, каким-нибудь, допустим, американским, европейским или еще более жестким, израильским, то здесь может вызывать какие-то вопросы. Это относится к требованиям безопасности из автомобилей. Или слышали, допустим, экологическая сертификация, то есть когда идет по требованиям экологичности евро 2, 3, 4, 5, уже там доходит до 7, и, соответственно, очень многие сегодня автомобили не соответствуют этим сертификатам. Вот что это, друзья, такое. Для нас этого вопроса, в принципе, не существует, потому что при проектировании и изготовлении мы все эти нормы перекрываем многократно. Поэтому подтверждение, и вот как сегодня, почему несколько смеюсь, друзья, вы какие сертификаты хотите увидеть? О том, что это можно строить или о том, что это безопасно, так это, друзья, показывают испытания. Эти испытания начнутся в октябре, и они будут идти постоянно, потому что постоянно будут появляться новые модели, будут появляться новые классификации, будут появляться новые виды и так далее, и так далее. Сегодня строится уже 4 направления, и я могу сказать, это ни много, ни мало. Это то, что покроет сегодня основные потребности городского транспорта, скоростного, грузового и контейнерного, и сыпучих грузов. Но я могу сказать, что это ничтожно мало, через ближайшие 3, 5, 10 лет будут сотни модификаций разноуподвижного состава. Поэтому здесь, друзья, надо подноситься к этому и с пониманием, но это прежде всего для тех, кто сегодня пытается из вопроса, что будут ли в октябре сертификаты или не будут сертификаты, здесь я, друзья, не понял. То есть, когда будет строительство адресных проектов, там вообще невозможно ничего делать, если они не соответствуют требованиям безопасности. Нам никто не даст строить, начиная от опоры, кончая подвижным составом, если... Ну, в Новосибирске разница во времени. Вот, поэтому, друзья, я надеюсь, что на этот вопрос я ответил. Он очень важный, то есть он требовал такого определенного внимания. Вот, и сейчас можно однозначно сказать, что то, что обещали, и в октябре, после демонстрации подвижного состава на мировой выставке, мы перейдем к испытаниям, именно ходовым испытаниям, и Эко-технопарк начнет свою работу. То есть, сегодня он именно работает как демонстрационный стенд, который показывает строительство путевой структуры, то есть это первый адресный проект, а с октября он начнет уже работать по прямым своим обязанностям, то есть это демонстрация возможностей технологии. И основная его задача – это от декларации, то есть сначала делается обязательно декларация, то есть показывается и декларируется, что будет из себя представлять та или иная технология, тот или иной подвижной состав, Юнибус, Юнибайк, Юникар. У нас очень много модификаций. Юни-Лед. Вот, соответственно, на уже потом путевой структуре, уже непосредственно в ходовых испытаниях, все это должно быть подтверждено. То есть должна подтверждена быть безопасность, что работает противосходная тормозная система, должна быть продемонстрирована экологичность, то есть, соответственно, потребление той энергии, которая заявлена. Должна быть продемонстрирована скорость, соответственно, должна быть продемонстрирована быть потом возможность ремонтировать, то есть эксплуатационные качества. Вот это как раз все и будет постепенно отрабатываться. Естественно, как вы, друзья, понимаете, что это нельзя сделать в один день, в одну неделю, даже в один месяц. Это длительные процессы, но так как сегодня уже идет проектировка конкретных трасс, и в следующем году, начиная с начала года, уже начнется строительство, то естественно, что по мере начала строительства все эти вопросы должны быть, без этого просто невозможно начать никакого строительства ни в одной точке мира. Поэтому раз мы говорим, что в этом году начнется проектировка конкретных проектов и трасс, а на следующий год начнется строительство, значит все эти вопросы будут решены, и я думаю, что сомнения на этот предмет. Ну конечно могут быть, то есть есть такая перед Олимпиадой, помните, такой был мультик, а Баба-Ига против, поэтому будут всегда люди, которые будут говорить, у вас всегда ничего не получится, даже когда получится, даже из зависти потом будут говорить, что это все равно у вас не так, вы там что-нибудь сделали не так, купили не то, или там вас поставили, а потом будут говорить, что у вас это сломается через месяц, через два, через три, через год, через пять, через десять, через пятьдесят, а уж когда там произойдет какое-нибудь землетрясение, то тоже уже, так сказать. Вот, друзья, поэтому давайте основные события, которые нас ожидают на ближайшие, скажем так, две-три недели, это у нас будет очередное собрание уже наших акционеров и партнеров в Германии, в Ганновере, вот я туда поеду 14 сентября, а потом будет, 21 начнется выставка в Берлине, это мировая презентация, мы там обязательно будем, там будет более двухсот компаний представлено, порядка, наверное, восьмидесяти стендов, вот, я беру на себя обязательство от каждого сделать репортаж, показать, показать все новинки в сфере транспорта, которые сегодня есть, все концепты, особенно, я думаю, что мы прям кругами будем ходить вокруг нашего прямого конкурента Илона Маска с его Hyperloop, который показывает скорость 1200 км в час, у нас тоже, кстати, сегодня уже пятое поколение Игницкий закладывает скорости свыше 1200 км в час, поэтому мы тоже здесь не отстаем, вот, поэтому будет еще очень много интересных там, я слышал, что там будет представлен вертолет-дрон, которые будут в автоматическом режиме летать, то есть тоже очень интересно, потому что мы сейчас закладывая концепт для нашего юнибайка, и я из Академгородка делал репортаж, мы там сейчас работаем с командой, которая будет наш юнибайк учить летать, вот, поэтому наш юнибайк, он, видите, на картинке, как раз он сейчас есть у меня за спиной, когда я делал презентацию в Новосибирске, наш юнибайк будет ездить по струне, он будет ездить как джип в платформе, он будет плавать под парусом, плавать как глиссер, то есть в катамаране, он будет летать составной частью в вертолете, дальше сейчас пошел концепт, он еще может перемещаться и по железной дороге в составах, и в самолете, и так далее, поэтому наш юнибайк будет настолько универсальный, и он будет уметь все, и вот с первых репортажей, когда мы начали учить его летать, мы уже, это как раз вот с Академгородка покажем, значит, как это все будет выглядеть, мы вам чуть-чуть попозже покажем, но мы сегодня вводим такое, целое автомобилестроение вообще в направление, это такое понятие, как сначала хотели назвать его метамобиль, то есть автомобиль, который делает метаморфозу, то есть меняется из юнибайка, превращается в юниджип, потом там юниглисер, потом там вертолет и так далее, а сейчас мы это назвали, естественно, юнимобиль, вот, то есть это новый такой концепт, где основой является капсула юнибайка, то есть это мобил персонал спейс, то есть это ваше персональное пространство с вашим креслом, которое сделано под вас, эргономично, с массажером, это ваша компьютерная система, где у вас 4 экрана, компьютер, почему 4, потому что сегодня ученые четко утверждают, что больше чем с 4 экранами одновременно человек работать не может, вот, поэтому, соответственно, мы утверждаем, что это будет персональная именно система под вас сделанная со своими аудио, аудио, так сказать, ну тут это сам просто перископ, забавная штука, я могу сказать, появляются там такие, так как я сейчас отвлекаться не могу, чтобы выкидывать их из этого, то пускай пока хулиганят, вот, поэтому это все, друзья, как раз вот концепт, то, что мы сейчас делаем, это практикующая футурология, это то, что мы сейчас продвигаем, делаем и сегодня крайне востребовано мы уже, то есть я вам не просто так говорю, мы уже начинаем делать целые концепции для государств, которые делают комплексный подход с помощью технологии Skyway по освоению территории, там будут и освоения месторождений, там будут и новые города линейные, там будут и фермы, связанные с производством морепродуктов, там будет и скоростное движение линейные города, и как раз вот в комплексе это как раз и будет представлять тот интерес, который дает максимальный эффект от технологии Skyway, и надо четко понимать, что Skyway это сегодня уже далеко вышло просто за транспортную, инфраструктурную технологию, это технология освоения территорий на новом именно технологическом уровне, вот чем мы сейчас на таких опытных именно территориях начинаем работать, и через некоторое время, когда это выйдет уже в такую завершающую стадию, мы вам обязательно покажем, продемонстрируем. Значит, друзья, еще из области объявлений, Алексей об этом тоже обязательно скажет, у нас в следующую субботу, 10 сентября, будет большой телемост, где будут последние новости, где будут последние, как бы, наши отчеты о проделанной работе вот за период, который прошел с предыдущего телемоста, и он будет еще перед основными событиями, связанными с инотрансом, соответственно, в Берлине, и потом запуском технологии для именно демонстрации в Экотехнопарке. Поэтому не пропустите это событие, сами приходите, приглашайте всех из ваших структур. Вот, теперь очень важный момент, что сегодня, очень такой благоприятный момент, мы сегодня выходим в серьезные темпы набора по привлечению каждый день новых партнеров-инвесторов, поэтому обращаю внимание, особенно для лидеров, которые не следите за тем, чтобы не скапливались сегодня средства на бонусных счетах, а сразу ими распоряжайтесь, сразу выводите их обратно в покупку пакетов, потому что те дисконты, которые сегодня есть, они изменятся после уже именно с сентября-октября, поэтому используйте эту возможность для того, чтобы максимально эффективно сегодня распорядиться этими средствами. Ну вот, друзья, на этом я передаю слово Алексею. Алексей, естественно, сейчас вам расскажет, у него очень большой спектр своих новостей, у него, как всегда, очень интересный взгляд на то, что происходит вокруг и внутри SkyWay, но и при этом он еще расскажет про поездки в Германию и поездку в Киргизию, где он тоже на самом высоком уровне представлял и презентовал проект SkyWay. Алексей, тебе... Благодарю Сергея, приветствую, дорогие друзья, кого он не видел, приветствую тех, кто перешел с водного технико-экономического вебинара. Да, на прошлой неделе я находился в поездке в Германию, то есть это конференция европейского агентства бизнес-проектов, институционных проектов, то есть там различные совершенно проекты презентуют, но сейчас мы выстраиваем эту площадку, чтобы она заточена была в первую очередь под SkyWay. И я могу сказать, что интерес огромный у Европы, то есть фактически два месяца мы выстраивали подготовку и как я и включался с перископа в Ганновере, на мой взгляд, что почва подготовлена была максимально, уже, я не знаю, куда больше. И когда я уже приехал, то у нас начали происходить переговоры с Сергеем Анатольевичем, и очень серьезные лидеры будут присоединяться, как и те, кто умеет выстраивать сети, так и крупные предприниматели в Дюссельдорфе. Очень интересные связи и выход вплоть до министра Германии. Ну, собственно, естественно, мы будем приглашать на выставку и на транс, чтобы министр поприсутствовал и пообщался с родом Хуком, увидел все воочию. Собственно, как это не увидеть в своей родной стране. И далее уже на этой неделе с пятницы по понедельник включительно я находился в Республике Кыргызстан. Хочу отметить высокий уровень подготовки конференции, то есть Патилай, Исмаилова, Исман, Эдуард, то есть сложное киргизское имя, но мне посоветовали запомнить как Эдик, Эдуард. И другие коллеги, то есть прошу прощения, что имена сразу не могу запомнить. Вообще у меня как бы такая немножко проблема существует. С первого раза имена не запоминаю, так как в голове приходится держать очень много различной информации. Но все было подготовлено действительно на уровне. И дорогу протоптал, так скажем, то есть у нас родилось такое понятие понимания еще в Германии. Если Сергей Анатольевич вырывал котлованы, потом ставил анкерные опоры и, соответственно, промежуточные опоры устанавливал, то я уже в третий раз приехал в ходе переговоров, ну, в переносном смысле, естественно, уже монтировать и натягивать струны. То есть очень нашим европейским коллегам такая аналогия понравилась. Так вот, Алексей как раз-таки подготовил почву для того, чтобы я уже натягивал струны в республике Кыргызстан. Естественно, в переносном, опять же, назначении, чтобы никто не понял, что Алексей там натягивал струны до момента монтажа путевой структуры. И, собственно, все развивается по привычному нам темпу развития. То есть это рост в арифметической, как минимум, прогрессии. То есть в два раза увеличивается количество людей, присутствующих на конференции. То есть год назад я был в республике Кыргызстан в городе Бешкек. Вот, собственно, недавно был Алексей Васильев. Присутствовало более 150 людей. Ну и, соответственно, на конференции, уже которую проводил я, присутствовало более 330 людей. То есть 338 человек. Очень большой и количественно приятный показатель. Но меня, естественно, ожидали неожиданности. Я к ним привык в поездках. Неожиданные встречи, но очень весомые, значимые встречи. То есть была проведена встреча, буквально мы с самого утра поехали в администрацию города Ож. То есть встречались замгубернатора. Вначале была проведена встреча в его кабинете. Скоро интервью появится. И вы обязательно увидите, насколько добродушно принял нас замгубернатора. То есть это действительно человек, который радеет за свой регион. Юсупа Баиша Юсуповича. И, соответственно, уже далее, после того, как он рассказал, что действительно сейчас обеспокоены ростом проблемы пробок, несмотря на то, что город Ож – это далеко не город-миллионник, проблема пробок. И прокатившись на различные встречи, я заметил, что там в основном старые автомобили. Соответственно, высокая загазованность. И я не удивлюсь, если через несколько лет в этом действительно экологически чистом, благоприятном для проживания людей районе, начнутся смоги, начнутся экологически, не побоюсь этого слова, бедствия. И, естественно, ни губернатор, ни замгубернатор не могут этого допустить. И поэтому были приглашены также представители технического университета сразу, чтобы оценить технологию SkyWay, сразу, чтобы увидеть этапы строительства. То есть с моей стороны максимально была проведена презентация для ответа уже в ходе презентации на сложные и простые технические вопросы. для презентации того, каким образом уже происходит строительство. То есть те, кто вдруг не в курсе, то, дорогие друзья, я сброшу обязательно ссылку на материал, по которому вы можете увидеть, ознакомиться и пользоваться этим материалом. Текущая дата крайне обновления 29 августа регулярно. И эту презентацию, дорогие друзья, обновляю. Что меня порадовало, что... Ну и порадовало, и расстроило на самом деле, потому что я люблю отвечать на вопросы, в особенности перед чиновниками, и аргументировать необходимость применения технологии SkyWay. Было задано два вопроса. Первый – это применение SkyWay в горной местности. То есть это стоит достаточно так вот остро. Это проблема, это задача сокращения применения вот этих серпантинов сумасшедших, на которых гибнут множество людей, и, собственно, от камнепада также гибнут. И я сказал, что абсолютно на любом типе рельефа поверхности возможно применение технологии SkyWay. И, соответственно, даже в условиях высокогорья также возможно построить и протянуть струну. Чему губернатор, замгубернатора было видно, что обрадовался. И, соответственно, потом у меня был вопрос представителям технического университета, технологического университета тоже. Есть ли у них какие-то вопросы? Они не задали вопросы, но попросили материала ознакомиться. Я думаю, что мы будем выстраивать уже отношения для подписания будущего соглашения, как мы примерно подписывали с технологическим университетом Братиславы, как крупнейший европейский университет, собственно, с городом Ош. Обязательно также подпишем соглашение, и будут различные научно-исследовательские работы проведены. Собственно, это покажет уже долгосрочная перспектива развития инициации адресного проекта. В ходе поездки родились и закрепились идеи по адресным проектам Республики Кыргызстан. То есть активисты, кто развивает в Республике Кыргызстан, можете взять это на заметку. То есть всех интересует, естественно, кольцевая дорога легкой прогулочной трассы вокруг горы Соломона, Сулейман гора. И это можно сделать вообще общенациональным проектом, потому что я редко смотрю телевизор, дорогие друзья, но в поездках я, если телевизор оказывается передо мной, прошу всегда переключить на новости. И я услышал две новости. Первая новость, то, что очередные конфликты на приграничной территории с Узбекистаном, с Таджикистаном, то есть там очень действительно сложные взаимопонимания на границах. И, соответственно, наше решение, струнно-интеллектуальное ограждение, также брошюру переписал коллегам, и обязательно будут общаться по связям, по выходу уже с руководством пограничных войск и так далее. То есть выходы на это есть. И более того, один из активистов, это бывший, что примечательно, начальник ГАИ, и это тот человек, который отвечал за соблюдение правил безопасности дорожного движения транспорта первого уровня, сейчас уже на пенсии начинает развивать и успешно достаточно развивает уже транспорт второго уровня. То есть это действительно тоже заставляет гордиться нашим проектом. Ну и, соответственно, уже после встречи с губернатором, я могу сказать, что заинтересовались представители университета, в том числе и инвестициями, когда губернатор ушел, ректор ушел, остался декан и профессора. Я рассказал о возможностях, которые бывают раз в сто лет, как говорится, и далее последовала встреча уже непосредственно. Одна из таких не то что странных, но необычных встреч в ходе развития Skyway. Это встреча в налоговой службе с начальником налоговой службы и различными предпринимателями, которых он собрал за круглым столом. И там я уже представлял несколько другом ракурсе презентации. Эти две презентации фактически нон-стопом шли, то есть время на переезд. И, собственно, там уже представлял венчурную составляющую и прибыльность, перспективность для конкретного инвестора, для среднего, для крупного инвестора. Естественно, охватил потенциал и пул уже развивающихся адресных проектов. И, собственно, естественно, меня угостили и чаем, и печеньем. Но, как говорится, на таких встречах основным хлебом для людей является информация о технологии Skyway. То есть потом я задал вопрос, все ли понятно, есть ли интерес. И, собственно, вплоть до того, что по где вы были раньше, и, собственно, действительно это прибыльный, интересный проект, будут рассматривать. Я думаю, что от них, в том числе, теоретически, может быть интерес и пойдут инвестиции. И, что касается начальника налоговой службы, то его также очень заинтересовал проект. Я думаю, что такие союзники нам очень сильно необходимы при нашей текущей деятельности на территории Республики Кыргызстан. Потому что может произойти все, что угодно, и любые союзники нам приятны. Ну и далее последовала уже конференция, дорогие друзья. Более 330 людей присутствовало на ней. Единственное пожелание, и я могу сказать, дорогие друзья, что мы обязательно это пожелание учтем. Если господа, дамы Кыргызы присутствуют сейчас на вебинаре, мы будем говорить чуть-чуть помедленнее. И тут, собственно, вообще, можно сказать, свой личный рекорд установил. И три вот таких вот презентации нон-стопом. То есть, фактически, с 10 до 9 вечера нон-стопом все было посвящено развитию Skyway. И непосредственно конференции в районе полутора часов длилась презентация. Естественно, я, как относящийся самокритичная к своей деятельности, отметил ряд недочетов, буду их исправлять. Но в целом презентация понравилась. А самое главное, дорогие друзья, что меня порадовали коллеги, что уже в понедельник пошли инвестиции. И, соответственно, это говорит об интересе к нашему проекту. Уже в воскресенье там теребили региональных лидеров, куда можно инвестировать. И очень интересная проработка тоже спонтанная по Германии. Возникла это достаточно крупная инвестиция. Крупная инвестиция зреет не сразу, но я думаю, что по инотрансу мы эту инвестицию увидим. И по-прежнему мы не можем пока что побить рекорд инвестиций от одного человека. Это 330 тысяч долларов. Но близится тот час, дорогие друзья, когда будут инвестиции более крупные. Сейчас мы это все прорабатываем, закладываем. И, собственно, в Киргизии даже вот я когда поднимался на Сулейман Гору, заметил такую аналогию сходства, когда мы с ребятами еще с Skyway Invest Group были в Испании, поднимались на высшую точку Барселоны. Кардинальное различие. Но если говорить про природные ресурсы Республики Кыргызстан, про потенциал Республики Кыргызстан, с приходом Skyway это будет еще более высокотехнологичное государство, еще больший экономический потенциал, освоение, комплексное именно освоение территории будет у Республики Кыргызстан, чем у Испании. И, собственно, как мы позиционировали, что с приходом Skyway будет нарушен тот закон, когда более 80% экономического ВВП принадлежит тем странам, которые находятся вблизи морских побережьей. Собственно, также мы его переиграем, как сегодня пятый технологический уклад уже подходит к преобразованию закона Мура, что количество транзисторов на интегральной микросхеме удваивается. Сейчас они начинают расти в высоту. И также мы, дорогие друзья, будем расти в высоту, а не в ширину, в длину на первом уровне. Будем строить адресные проекты, то есть направление перспективное. Это Бишкек Ош. На сегодняшний день возможно только преодоление данного расстояния, либо путем использования автомобильного транспорта, либо на самолете. То есть на самолете примерно чуть более 2000 сом. Ну, собственно, за такую цену наш проект будет более чем окупаемым, когда его реализуют. Естественно, проект Бишкек и Сыкуль, естественно, как я уже сказал, кольцевая дорога вокруг Сулейман-горы, интеллектуальное струнное ограждение, тоже коллеги проработают этот вопрос. И, соответственно, есть очень интересный промежуток на территории республики Кыргызстан, когда буквально за 10 минут, проезжая на юнибайке, к примеру, можно преодолеть все времена года. И переходные периоды, и, собственно, редко, где в мире есть такие места. Это можно назвать, вот рабочее название мы придумали, как времена года, так и назвать, либо как-то по-другому. Ну, собственно, масса проектов, которые можно на общенациональном уровне, я не говорю уж про освоение месторождений, реализовывать на республике Кыргызстан, благо того, что опыт сейчас общенационального проекта есть. В данный момент я заметил, что игры кочевников, которые будут принимать более 50 стран, казалось бы, мне готовят, как бы, нам почву и по спонсорству, и по инвестициям, уже в адресные проекты Skyway на территории республики Кыргызстан. И в будущем я уже по праву смогу в этой гонке, так скажем, наших слоганов на иностранном Skyway произносить не только по венгерски, словацки, французски и русски, но и также по киргизски. Но одно я могу сказать, что, скорее всего, Skyway в республике Кыргызстан быть, инициатива и положительное расположение к нашему проекту в республике имеется, и, собственно, будем продолжать развивать, потому что региональные лидеры очень мощные, очень инициативные, которые развиваются и в направлении формирования инвест-проводящей системы, и сети, и формирование и инициации адресных проектов. Коллеги, я напоминаю, что, собственно, у нас будет телемост, приглашайте. И обязательно напоминаю, что 23 сентября, не 24, состоится конференция, посвященная результатам инотранс. Это будет конференция уже в виде фуршета, и, соответственно, будет в одном из ресторанов недалеко, инотранс уже собирается много людей туда. Успевайте приобрести билеты. Собственно, идем на Берлин и покажем всему миру, чего достойно и чего стоит технология Skyway. Еще не в движении, но уже в масштабе один к одному, в реальности, и действительно сенсационно, можно сказать, впервые в мире будет представлена на выставке инотранс. Благодарю, друзья. До скорых встреч на наших вебинарах. Ну, а, собственно, кто присоединится к нам, я думаю, что на данном этапе, на данной стадии это будет очень правильное и очень своевременное решение. Ну, а тот, кто только думает, инвестировать или нет, сомневается, пусть еще посомневается, пусть посомневается, может быть, даже до 2018 года. Но, собственно, караван идет, несмотря на то, что наши оппоненты, наши конкуренты лаят и хаят проект. Все равно проект наш будет развиваться, и, на мой взгляд, уже мало что может остановить наш проект, потому что он развивается действительно по всему миру. Строй SkyWay, спасай планету и дай дорогу в мир Транснету. С вами Сибиряков Сергей Анатольевич и Суходоев Алексей Досов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Много людей посещает это место. Мы могли бы подумать на тему того, чтобы построить обзорную трассу вокруг этой Сулейман-горы. Целью этой строительства этой трассы, скажем, люди могли бы обзорную экскурсию совершать по этой трассе, привлечение туристов, соответственно, привлечение туристов привлекло бы в ваш регион, соответственно, новые инвестиции, благосостояние ваших граждан. Ну вот, отлично. Спасибо, Алексей. Еще и отличный репортаж. Ну вот, то есть Киргизия у нас активно развивается. И тут был вопрос, по какому принципу вы ездите? Вот. Соответственно, мы отвечаем, что куда зовут, где готова структура, где готовы чиновники для того, чтобы обсуждать, где готов бизнес для того, чтобы... Соответственно, вот идет такая работа. И, как видите, вот Алексей, я уже рассказал, с кем встречался, как встречался, то есть на уровне руководства региона и руководства отрасли. Вот. Поэтому это, конечно, очень такой, очень важный, очень ответственный момент. Поэтому вот я тут параллельно, пока Алексей пришлось общаться в Перископе, конечно, очень утомительная вещь, потому что очень много случайных людей, которые я не могу понять, по какой логике залетают на это самое. Поэтому идет там, кто матом, кто там, ну, потому что народ же без... Так как нет верификации и абсолютной анонимности, то народ позволяет себе очень много, ну, а с точки зрения культуры, о чем тут говорить просто, или там отсутствие, в принципе, такого понятия. Вот. Поэтому я тут еще пару раз, как бы, посмотрю пока это, но вообще утомительная, честно могу сказать, вещь, потому что общаться с идиотами или отвечать на какие-то там идиотов или кретинов. Вот. Там есть, конечно, люди, которые откровенно работают против проекта, то есть начинают, ну, как бы, это... Ну, здесь вопрос такой, что все выбирайте, все делайте, смотрите. Вот. С вебинаром, конечно, это, друзья, совсем другая часть. Здесь собираются, в основном, люди, которым это надо, кому интересно, кто получает новую информацию. Вот. Ну, и, соответственно, мы, надеюсь, вас не разочаровываем каждый раз, потому что это серьезная такая работа, мы к ней готовимся. Вот. Но с учетом того, что сейчас идет очень большая такая динамика, то просто вот даже рассказать, показать логику, что было в Новосибирске, в Киргизии, потом, как идет сейчас монтаж. Вот. Здесь очень-очень такой, такая большая ответственность и большая работа. Но сейчас из-за того, что мы к чему должны готовиться и к чему призывать, и что нас ждет именно новый этап, это мировая презентация, это очень ответственный момент, потом начало испытаний, и начнется новый этап работы, когда мы будем уже привозить постоянно инвесторов и заказчиков на проводящиеся испытания, когда будем показывать уже действующие узлы, агрегаты, когда будем уже применять это в конкретных проектах, и это начнется как-то такая новая волна. И, соответственно, второй момент, что мы показываем и четко обозначаем, что уже готова и сформировалась новая автомобильная отрасль, что отрасль электроавтомобилей, оно очень резко трансформируется, и оно уходит с земли, уходит на второй уровень, что дальше будет развиваться только транспорт второго уровня, и эстакады будут строиться по именно струнной технологии инженера Юницкого. Это тоже как раз начнется уже активно обсуждаться и делаться. И здесь, помимо, тоже мы говорим, что это, конечно, очень ответственный момент, что будет, с одной стороны, серьезное признание и понимание, но, с другой стороны, начнется и очень жесткая и не всегда корректная конкуренция. То есть, к сожалению, конкуренты обычно действуют не, скажем так, дозволенными принципами или не, скажем так, порядочными. Поэтому тоже к этому готовимся, это тоже будет, но, друзья, будем относиться к этому спокойно и корректно, так сказать. Помимо того, что у нас возникает большое количество врагов-конкурентов, я могу сказать, что с еще большим темпами напряжения у нас растет количество наших союзников, партнеров, друзей, те, кому нужен этот проект, те, кому нужна новая технология, те, кто как раз собираются и уже выстраивают бизнес, исходя из новых технологий. Поэтому я думаю, что вот эта общая позитивная и положительная часть, она будет перевешивать, и мы сможем и противостоять, и доказать состоятельность, и уже, несмотря на все эти гавканья и лани, запустить проекты, или там прямое противодействие, запустить уже конкретные проекты, тем более, что силы, которые стоят за запусками уже сегодня ряда проектов, в том числе и в Австралии, в том числе и в Монголии, Вьетнаме, Боливии, мы несколько раз уже произносим эти вещи, они очень серьезные, и я думаю, что мы преодолеем все, скажем так, негоды, которые стоят, и все проблемы, которые у нас еще на этом идти встанут, потому что три года, которые сегодня прошли до запуска и до той стадии, к которой мы сегодня пришли, тоже казались, и сегодня были очень большие скептики, что мы не соберем конструкторское бюро, не сделаем опытную площадку, не начнем демонстрацию, не начнем изготовление, вот все это, друзья, уже в прошлом это все сделано, поэтому то, что сегодня сделано, это уже огромная проделанная работа впереди, конечно, это как горизонт цели, то есть доходим до горизонта, открываются новые, следующие движемся, но то, что мы все это преодолеем, сделаем, в этом нет никаких сомнений, тем более, что профессионализм и команда все постоянно совершенствуются, вот, то есть у нас постоянно все новые и новые цели и задачи, вот, и по мере развития и прихода новых, скажем, партнеров, новых людей, мы становимся все сильнее и сильнее, поэтому нет никаких сомнений, что за Skyway им будущее, мы это будущее знаем, мы это будущее описываем, мы к этому будущему готовимся, вот, и в отличие от некоторых деятелей, которые нас пугают в будущем, я могу сказать, что оно будет очень красивым, очень позитивным и очень комфортным для тех, кто в него войдет, но так же, как сегодня, смартфон для тех, кто правильно им пользуется и правильную информацию получает, соответственно, становится очень нужным, необходимым средством для сегодня в жизни современного цивилизованного человека, который живет сегодня в 21 веке. Вот, поэтому из событий в следующую субботу, 10 сентября у нас телемост, поэтому приглашаем всех, подписывайтесь, приходите, смотрите, получайте новости, участвуйте в проекте. Соответственно, сегодня при развитии, это уже относится к лидерам, очень внимательно посмотрите к сформированию структур и особенно бонусных счетов, которые у вас сегодня есть, очень такая рекомендательная и настоятельная просьба, потому что сейчас идет активная работа и каждая копейка на учете, соответственно, не задерживать и принимать решения как можно быстрее с этим средством, чтобы они как можно быстрее уходили в работу, а вы, соответственно, получали максимальные на сегодня установленные дисконты для того, чтобы свое участие в проекте все увеличивать и увеличивать. Ну вот, друзья, на этом давайте будем заканчивать. Следующая среда у нас по расписанию, 12-13 часов, это для Азбука Skyway, потом расширенная техника экономическая. В Перископе пока будем вести, посмотрим еще, как некоторые даже обиделись, что я тут кого-то назвал непорядочными людьми, которые, ну, если вы матом не пишете, то, соответственно, так сказать, наверное, не к вам относятся. Вот, поэтому все, кто приходят партнерами и интересуются проектом, это наша работа, мы несем информацию, мы доводим до вашего сведения вообще, чем мы занимаемся и как. Поэтому соединяйтесь к проекту Skyway, как минимум не пожалеете, и как максимум это еще и будет очень интересное доходное дело. Поэтому на сегодняшний момент строй Skyway, спасай планету, это наш основной лозунг. Сегодня уже более полумиллиона человек в наших рядах, ну, это во всяком случае те, которые получают информацию, и у нас уже сотни тысяч тех, кто активно принимает участие и благодаря кому этот проект активно развивается. Так что, друзья, нас ждет еще большое количество работы, большое количество новостей очень серьезных, поэтому спасибо за то, что... Субтитры создавал DimaTorzok